добрый день наш сегодняшний пост посвящен самой актуальной теме это уничтожение хамца то есть кваснова все сейчас кто в большей или кто в меньшей степени пытается убраться на песах браться перед песхом почему с чем это связано так турак говорит что у нас есть запрет иметь нашем владении квасное есть повелительный заповедь аннулировать квасное есть вопрос который обсуждают многие комментаторы если на нас обязанность активного действия то есть уничтожение хамца или достаточно просто не иметь избавиться от хамца и на необходимый момент то есть на 14 nissana после полудня не иметь хамца окей на эту тему уже много чернил так сказать что называется пролилось и поэтому мы не будем глубоко и много на эту тему рассуждать если что скажем что мы с одной стороны отменяем то есть аннулируем тот хамец который у нас есть говорим что он имеет не иметь для нас никакой важности с другой стороны мы сжигаем остатки хамца это есть возьму попытка выполнить оба этих варианта и активного действия анти хамец и просто избавиться не иметь хамца на необходимый момент времени заявленный момент времени окей вопрос такой что делать с мелкими крошками что сделать нашей реальной ситуации когда мы собственно говоря убираемся дома убираемся в комнатах убираемся на кухне убираемся везде где собственно говоря мы предполагаем что туда заносили хамец до какой степени нужно убираться мишна брура говорит так что если есть мелкие крошечки которые метуна вкцат говорит мишна брура они немножко грязные да не противные для нормального человека они непригодны к идее понятно что в них нет размера кизает да с ним меньше чем 27 кубических сантиметров до их в принципе нельзя назвать что человек есть хамец человек который не убрал такие крошки нельзя назвать что у него есть хамец и поэтому достаточно просто нужно просто аккуратно подмести получается этого достаточно для того чтобы считалось что человек убрался на песах да понятно что если речь идет о кухне да и в том месте где человек готовит то в сам песах у нас есть такое правило что хамец не аннулируется перемешавшись с другой едой даже если он совсем машу совсем чуть-чуть его и поэтому в сам песах готовить нужно на идеально чистой от хамца площади поэтому там где касается еды это немного другое мы сейчас говорим просто в тех местах где мы ходим где у нас есть наше владение почему и как там нужно себя вести так мишна брура говорит достаточно аккуратно просто убраться подмести проверить в тех местах где не заносят шкафы в родительской комнате например до в комнате спальне родителей где дети не за носит и не заходят туда идут совершенно спокойно можно там не проверять и не искать хамец потому что его там нет когда речь идет о карманах до написано в рамо все ребят карманы карман человек который знаешь он никогда не кладет еду в карманы может не проверять карман теперь что очень часто люди добавят он никогда не и году в карманы в пакетик, потом кладет его в карман. Может такое быть? Теоретически возможно. Поэтому человек сам про себя должен знать. Если он никогда в жизни, ни при каких обстоятельствах не кладет в карманы, не нужно проверять в карманы. Окей. Это то, что написано в Мишнабрура. Теперь вопрос такой. Есть, Мишнабрура приводит, что есть мнение Ари, Заль, да, Равицик Лури Ашкинази, великий каббалист, жил в 16 веке в Цфате, и он говорит, что нужно убирать Афилю Машу Шельхомец, да, то есть, Святой еврейский народ, даже самая малость хамца, его уничтожают. Почему? Есть такое объяснение, что хамец, он похож на Ецерара, на злое начало. И злое начало нужно уничтожить до конца. Такое вот как бы объяснение. Теперь давайте немножко внесем ясность. Что имеется в виду? Очевидно, что с точки зрения Аллахи, это не обязательно. И поэтому, если у человека есть, например, у меня есть один из моих друзей, и у него сейчас родилась дочь, и жена после рода, да, что сейчас он будет, так сказать, как бы делать такую уборку, как делают все, у которых жены не после родов? Конечно же, нет. Он должен сделать уборку по минимуму, по Мишнобруре, без всяких устражений с точки зрения каббалы, потому что гораздо важнее, чтобы он и его супруга дошли спокойными и радостными до праздника. И поэтому сделать то, что по минимуму, то, что требует Аллаха, и большего делать не надо. Но, если мы говорим о том, в чем суть понятия того, что говорит Ари. Давайте немножко это проясним. Значит, мы говорим, что Хамец, он олицетворяет Ецарара. Какой Ецарара олицетворяет Хамец? Злой начал, да. Нужно очень четко разделить. Рависрольд Салантра, мы это уже говорили на блоге, точно говорили в статьях, да, что Рависрольд Салантра разделял два вида дурного начала. В человеке есть, как бы, две силы, которых можно назвать формально дурное начало. Это телесные силы, да, природные силы человека, то есть стремление к еде, стремление к противоположному полу, стремление к собственному положению какому-то, да, амбиции собственной, да. То есть это, как бы, такие естественные, заложенные в человека силы. И есть коахтума, сила нечистота. Человек хочет, делает какие-то грехи просто по глупости, когда в него вселяется такое вот нежелание воспринимать святость. Это Ецарара другой формы. То есть называет, Рависрольд ее называет силой нечистоты в каждом человеке. Так вот, Ецарара, который хамец, да, хамец это естественные силы. Хамец это не сила нечистоты. Почему? Потому что хамец это, как бы, без хлеба мы жить не можем в течение всего года, да. Для того, чтобы функционировать человеку, нужен хлеб. Написано, что не хлебом, единым жив человек, да, как все говорят, да. Но что? Но про другие вещи даже не было никакого предположения, что можно на них прожить. А на хлебе можно, в принципе, прожить, говорит Тора, что то, что Всевышний выходит из его уст, на этом живет человек. Но из этого мы видим, какую важность придавала Тора хлебу. Хлеб – это очень важный продукт. Так почему же тогда мы говорим, что он подобен Ецарара, дурному началу? Как такое может быть? Смысл такой. В человеке есть вот эти силы. И они человеку даны, об этом можно подробно поговорить, после греха первого человека, но они человеку даны в качестве двигателя, да, человека вперед, в качестве двигателя прогресса. Если человек не будет хотеть есть, он никто, как бы, он не будет продолжать жить. Человек не будет стремиться к противоположному полу, не будет продолжения жизни, да. Человек не будет стремиться стать кем-то, не будет очень многих достижений, которые должны быть в мире. Поэтому Всевышний вложил эти механизмы как рабочую схему для того, чтобы мир существовал и процветал и продолжался. Но, есть одно но. Эти силы, они как мирный атом, должны быть обязательно под контролем, должны быть обязательно под властью разума доброго начала и человека. И поэтому они называются Ецер, гора, дурной начал. Потому что, если они выходят из-под контроля, они как атомная энергия, разрушают все на своем пути. Понимаете? Человек, который… Подумайте об этом сами, примеров можно не приводить. У нас просто мало времени на блоге. Поэтому нужно в какой-то момент ограничить эти силы, дать их под власть разума, и Ецер готов. Так вот, 7 дней мы полностью не имеем никакого отношения к этим силам, едим только хлеб, в котором есть только мука и вода, только разум, только реальность. Никакого вот этого вот каких-то дополнительных сил, которые, так сказать, его делают объемным, которые его раздувают. И это дает нам власть или силу властвовать над всем в течение года. Так написано в книге Зор. Почему это называется «Лехем иммуна» – хлеб веры? Почему это называется хлеб лечения, хлеб из лечения маца? Потому что это дает нам возможность властвовать, принять веру во Всевышнего, надеяться на Всевышнего, жить со Всевышним в течение всего года. Почему? Потому что человек набирается за 7 дней. Это такой целый цикл творения мира, то есть творение себя. Человек сотворяет мир и себя один раз только на истинно, это дает ему силу властвовать над этими силами, над которыми человек живет с ними в течение всего года на весь год. И в этом смысл, так сказать, с точки зрения кабалы, с точки зрения философии Торы, вот в этих запретах. И поэтому в эту неделю не должно быть, по мнению Арии, даже Машу Шерхомет, даже чуть-чуть хамца. Мы уже сказали, что это не то, что не обязательно по Аллахе, для того, чтобы у нас была власть над нашим, нашим естеством в течение всего года. Большое спасибо.